Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Евросоюз делает вид, что борется с поставками российской нефти на рынки Европы. Европейские политики выразили свою озабоченность увеличением серых схем по поставке российской нефти на европейские нефтеперерабатывающие заводы. Еврокомиссия заявила о стремлении бороться с серыми поставками нефти из России. Для этого импортерам нефти рекомендовали указывать в своих контрактах пункт об отсутствии нефти российского происхождения. По мнению Еврокомиссии, данная бумажная мера не позволит европейским компаниям финансировать российский бюджет. Свою рекомендацию Еврокомиссия опубликовала в официальном журнале ЕС, призвав таможенные службы Евросоюза требовать от поставщиков нефти в Европу документ, подтверждающий отсутствие в составе нефти российского сырья. Тем не менее, западные эксперты сомневаются в эффективности борьбы с присутствием российской нефти на нефтяном рынке Европы. Они отмечают, что значительная часть европейских НПЗ исторически приспособлена к получению тяжелых сортов российской нефти. Использование других сортов нефти на многих НПЗ попросту невозможно. Естественно, понимают это и европейские чиновники, поэтому и оформили новые ограничения, не как обязывающие всех к строгому соблюдению нормативный документ, а лишь в качестве рекомендации. Отдельно стоит отметить, что реального инструмента контролировать состав нефти у таможенных органов Евросоюза нет. Теоретически определить происхождение нефти возможно при проведении химического исследования, однако после неоднократного смешения разных сортов нефти между собой, определить из какой нефти была в итоге произведена получившаяся гремучая смесь уже бесполезна. Отмечу, что сейчас в указанной рекомендации вообще нет никакой необходимости, поскольку запрет на импорт российской нефти не вступил в силу. Евросоюз пообещал отказаться от российской сырой нефти лишь с декабря этого года, а от российских нефтепродуктов с февраля следующего. При этом западные СМИ отмечают, что Евросоюз вскоре снимет свои санкционные ограничения на импорт российской нефти в целях недопущения дальнейшего роста цен на черное золото. Тем временем российские нефтяные компании активно перенаправляют поставки нефти с европейского в азиатские нефтеналивные терминалы. Прогнозируется, что по итогам этого года, независимо от действий европейских чиновников, Россия прекратит поставку нефти в Европу на 50% в сравнении с 2021 годом.